СКОРПИОН Г Вот здесь наверху добавлю ссылочку на видео Кому интересно, заходите, посмотрите Сейчас мы просто возьмем данную машину И выкатимся в ней из ангара в бой Почему будем это делать? Потому что мне кажется, что многим игрокам со средними руками Такими как у меня У меня процент побед от 50 до 55 В зависимости от моего аккаунта Короче говоря, многим будет интересно Как в их руках машинка будет играться Машинка появилась сейчас на продаже За 10 тысяч голиком Вот просто сама машина и место в ангаре Для того, чтобы ее поставить И в составе набора за 17 с половиной тысяч С СУ-130П Короче говоря, ребят У меня были такие грабли Что я смотрел обзоры именитых каких-нибудь обзорщиков У которых обалденное количество побед Процент побед Короче, там имбовые классные скилловые игроки И в их руках машина Ну прям играет красками вообще И так хочется себе ее приобрести Что аж лицо начинает труситься Ну а когда ты ее приобретаешь Начинаешь играть уже своими руками С твоими навыками С твоими ошибками в игре С твоими какими-то недочетами Неумением рассчитать правильно Какие-то свои шансы По размену хп и так далее Короче говоря, вот все вот эти маленькие грабельки Приводят к тому, что вы начинаете расстраиваться Что слили свою кровную Тяжело полученную голду Если вы не донатите в игру А просто копите себе голдишку Просмотром видео Каких-нибудь рекламных и так далее И вот тогда приходит дикое Но дикое разочарование В том, что вы приобрели Ту или иную машину И что конкретно в ваших руках Но она оказалась не настолько Уматовой имбовой Как вам казалось Когда вы смотрели именитых Именно по этой причине Я и завел свой канал на ютюбе На котором пытаюсь показать машины В том виде В котором они будут Скорее всего в ваших руках Если вы не имеете 70-80% Побед ваша статистика не такая Если вы не гоняетесь за средним уроном Или у вас не получается его набивать Если вы просто заходите в танки Играете, получаете удовольствие И не расстраивайтесь из-за поражений И не выпрыгивайте из трусов Если не дай бог команда слилась И это затронет вашу статистику Короче говоря, ребят Именно для вот таких вот товарищей Как я сам Я и создал свой канал Поэтому если вам нравится такой подход Если вам подходят такие обзоры Пожалуйста, подписывайтесь на канал по шильдику В правом нижнем углу Наводите на него мышь И в один клик становитесь Постоянным зрителем моего контента Я стараюсь именно для вас Ну и для меня, честно говоря Это будет наивысшая оценка Моих трудов и стараний Заранее вам большое спасибо Итак, Скорпиончик Это не обзор танка Это просто выехать на несколько каток Для того, чтобы показать Как он катается в рандоме Эта машина однозначно не предназначена Для того, чтобы выезжать на рожон Это кустарное такое создание Крайне картонное Которое, как только появляется В прицелах врагов Сразу начинает собирать Я бы сказал Впитывать как губка в себя Весь урон Который будет вылетать Из стволов соперников Соответственно, на данной машине Ваша задача Если вы являетесь Счастливым обладателем Скорпиона Стоять где-нибудь в кустах Как я сейчас это делаю Выжидать пока соперник выйдет И засветится нормально Чтобы можно было в него откинуть И ни в коем случае Не вылазить к сопернику на рожон Не ехать вперед Не продавливать фланг Ну короче говоря Хорониться, хорониться, хорониться И еще раз хорониться И тогда будет вам счастье Долгая жизнь Ну и соответственно Ну я бы сказал Нормальный настрел урона За бой Как только вы засветитесь Ваша песенка спета Вас начнут разбирать Вас начнут крутить Вам это очень сильно Не понравится Вам будет безумно больно Неприятно Грустно И будет возникать Дикое желание Но либо выбросить Танк из ангара Либо выкинуть Телефон в форточку Так Подъедем немножко Постоим Подождем Пока этот товарищ Сейчас кину исключительно наугад Понимаю, что навряд ли попал Ну а вдруг Почему бы и нет Есть один товарищ Спящий Как я понимаю На нем мы ребята И отыграемся Заодно посмотрим На точность орудия Точность у орудия У скорпиона Просто шикарная Время перезарядки Я бы сказал Что терпимое Но терпимое Только в пределах того Что вы можете Где-то схорониться На время перезарядки Потому что по другому Вас будут Раздалбливать Ну прям До До не могу До скуки До боли До зубной боли Я бы так сказал Так Жаль Мой снаряд прилетел позже Так было бы гораздо приятней Так ребят Поехали нашим помогать Добирать оставшихся Шансы на победу В принципе есть Но ХП осталось Не так уж и много И я честно говоря Даже как-то не успел Обратить внимание Когда это ХП у меня Вылилось В никуда Вот каждый прилет И это Ну вот Как сейчас Видите Это смерть А каждый прилет Он приближает вас К этой смерти Короче говоря Смотрите Брони нет От слова Совсем Подвижность у машинки Есть КД В целом Плюс-минус Неплохое Не имбовое Но неплохое Мне честно говоря КД как раз Всегда и не хватает Я уже молчу про броню Да То есть Ну можно пытаться Как-то там Сейвиться Можно пытаться На перезарядке Где-то прятаться Но играть От каких-то холмов Не получится Прятаться за какими-то Укрытиями Не поможет Потому что Как не прячься Все равно Вот это вот Ну как бы Ну не башня Да Рубка Она все равно Будет за любой Преградой Она будет выступать Ну и соответственно Вас будут в нее Просто таки С удовольствием Разбирать Она довольно таки Не маленькая А машинка Сама по себе Я бы не сказал Что она высокая Но и низкая Особо ее не назовешь Вот в этом Все таки Су-130 ПМ Немножко преобладает Над Данным аппаратом Исключительно Вот в разрезе того Чтобы в него Прицеливаться И отбрасывать Ладно Так или иначе Досматриваем бой Смотрим на результаты Того что мы получили По результатам боя Закинемся сейчас В еще одну каточку Посмотрим Возможно В следующей катке Результативность Будет какая-то Немножечко Получше Хотя в целом Скорпиончик играется Ну плюс-минус Одинаково Ровно От боя к бою 1860 единственного Нанесенного Точнее простите Урона Что касается Серебряндии Но смотрите С учетом Према Серебра Получилось 35 тысяч С учетом того Что мы проиграли Голдой мы не пользовались Без учета Према 19 косарей Но насколько это Хорошо или плохо Не знаю У каждого Знаете Свои пожелания По фарму В целом За такой Проигрышный бой Я бы сказал Что фарм Неплохой Кто-то Кто более там Навороченный Крутой Скажет Что да это Вообще не цифра Я вывожу По 120 косарей Короче говоря Ребят Но у каждого Свои руки И в нашей команде По урону Ребят К слову Мы заняли Третье место Я считаю Что в целом Это довольно таки Неплохо Давайте запрыгнем Еще в одну Каточку Я уже Сейвился Настолько Насколько Можно было Сейвиться Я вот прям Вообще Никуда не лез Пытался отыгрывать На расстоянии Поехал на сближение Только тогда Когда Посчитал нужным Поехать И помочь Нашим Союзникам Но в целом Ребят Как я уже говорил Пытайтесь На Скорпионе Если вы себе Его уже Приобрели Или получили Каким-то образом Однозначно Держаться Как можно Дальше От соперников И не попадать В засветы Вот это Первое Золотое правило Которое вам Необходимо Запомнить Ну и соответственно Соблюдать Что же касается Всего остального По данной машине Ну машинка На очень большого Любителя Вы должны уметь Играть на картоне Если на картоне Вы играть Не умеете Эта машина Вам просто таки Противопоказана Я бы не сказал Что Скорпион Это машина Для новичков Для новичков Она однозначно Не подойдет Потому что У новичков Должен быть В первую очередь Такой танчик Который будет позволять На нем Косячить Вот если танк Вас прощает За то что вы Тупите За то что вы Вылазите на рожон Куда нибудь Но тогда У вас есть шансы Нормально Отыгрывать На этом танчике Если же танчик А Скорпион К ним явно Не относится Не прощает Вам ваши ошибки Соответственно Вы не будете Нормально На этой машине Отыгрывать Скорпион Вообще Такая штука Интересная Не зря Его наверное Скорпионом Назвали Потому что Если вы Правильно Себя ведете Со Скорпионом То он Жалит соперников Но как только Вам стоит Неправильно Себя с ним Повести Он начинает Жалить вас Причем Жалить вас Он будет Просто таки Безбожно И порой У меня Лично Как у игрока Не супер Скиллового Создается Впечатление Что меня Он кусает Гораздо Сильнее Чем соперников Но Это Еще раз Скажу Зависит От того Насколько Вы Скилловый Игрок Насколько Вы Сможете Совлад Совлад У команды В целом Приятного Как я понимаю Ожидать Особо Нечего Да Углов Склонения Видите Ребят Не хватает Ну прям Очень Не хватает Я стою Вроде бы На Ровной Площадке И в то же Время Блин Прям совсем Совсем Грустно И скучно Получается Чуть Чуть Углы Склонения Были бы Поменьше Ну и Соответственно Я бы Откинул Все таки В того Товарища И добрал бы Его раньше Чем Это сделал Мой Союзник Так Ждем СТ-1 Если СТ-1 Сейчас Подкатится Доберу Да Повезло Добрать Уже Хорошо Ну а Здесь Уже Добрали Меня Как я Говорил Ребят Картон Неимоверный Поэтому Все что В вас Летит Все прилетает Однозначно С уроном Так Досматриваем Бой Не знаю Честно говоря Сейчас Чем Это дело Все закончится У меня Ставка На СТ-1 Если Он Сможет Затащить Если Он Сможет Переиграть СТ-шку Ну тогда В принципе Шансы Есть На Победу Итак Друзья Мои Смотрите Бой Закончился Победой СТ-1 Просто Такий Красавчик Молодец Он Затащил Но Не могу Сказать Что Не без Помощи Союзника Но Все таки Ребят Молодец Согласитесь Итак За победу На Скорпионе С 2 100 урона Двумя фрагами Мы получаем Серебром Без учета Премиум аккаунта 42 тысячи А с учетом Прем аккаунта 66 тысяч Я считаю Что фарм Для 8 уровня Очень даже таки Достойный За такие результаты Боя Будете набивать Больше урона Соответственно Будете получать Больше серебра Но Единственное что Для того чтобы Больше урона Набивать Вам необходимо Дольше жить Что касается Места по урону В команде Третье место Я считаю Что в целом Довольно неплохо На этой карте На Скорпионе Отыграть с такой Результативностью Ну согласитесь Неплохо Потому что Данная карта Она не позволяет Постоянно находиться На прям большом расстоянии Слишком много холмов Соответственно Все соперники За холмами находятся Ну а тебе Соответственно Либо сближаться с ними Либо не сближаться Выбор за тобой Но сближаешься И ты уже Покойник Короче говоря Ребят Это было Короткое Как мне кажется Видео Чтобы показать Вам Скорпиона Джи Чтобы вы понимали Как он будет Играться в ваших руках Если ваши руки Такие как мои Ну и соответственно Если ваши руки Лучше Тогда вам проще Принять решение Стоит ли вам Покупать Скорпиона Джи В составе набора С Су-130 ПМ За 17500 Если Сушка Вас тоже интересует Либо отдельно Голый танк За 10 косарей Голды По моему скромному Ощущению Я бы сказал Что ценник В 10 Голды Это завышенная Цена За данную машину Вот просто По играбельности По удовольствию Которые ты от машины Получаешь Я бы оценил Данную ПТшку Не выше Чем 8000 Золота Но это лично Мое субъективное Мнение А покупать Ли вам ее Безусловно Решать вам У каждого Кошелек Свой На данный момент У меня все Подписывайтесь На канал Возвращайтесь Ставьте колокольчики Чтобы не пропустить Новые И абсолютно честные Обзоры На технику Руками среднестатистического Игрока А также на товары В магазине Всех благ Всего хорошего Вам мира И спокойствия Редактор субтитров А.Семкин